Так, сейчас напишу, что делаем. Все бежим, все бежим, все бежим. Так. Такая редиска. Что она тут вообще завязана, перевязана, кустики они тут нашили. Ладно, пока присоединяются, я пока буду мыть зелень. Пока будем мыть зелень. Большую кастрюлю будет зелень. Там же дерево будем делать. Сегодня, может быть, с вами прогуляемся в парк. Сколько зелень. Делаем салат. Редиска, огурцовка, пиро и зелень очень вкусный. Ну так это же вы ее крошку почти назвали. Все, что вы сейчас перечислили. У нас все очень хорошо. Чего и вам желаем. В кафе не кушаешь? Кушаю, но очень редко. Тем более, в связи с карантином, то вообще я брезгую. Не знаю. Как-то брезгую есть. Не люблю краску. Ой, я очень люблю, особенно когда жарко. Это вообще спасение. Так, все, зелень сюда. Все. Помыли зелень. Пусть стекает. Она упала. Привет, товарищи! Привет! Конечно, крошка это хорошо и главное это полезно. А чего ж нет? Тут овощи. Овощи полезные. Так, немножко заляпался телефон. Сейчас я вас вытру. Так, редиску теперь мою. Такие кучки. Погода солнечная, только ветер. Я покажу. О, сейчас нитратные поаккуратнее. Так, а вы купите для нитратов этот тестер. Мы в Ростове арбуз так проверяли на нитраты. У соседа был этот проверочный такой специальный аппарат. А что входит в эти нитраты? Сейчас все опасно есть. Сейчас опасно дышать, опасно жить. Там нитраты, там не то, там все. Что же поделаешь? Свой огород надо, значит, иметь. Поаккуратнее. Так, а если и овощи нельзя есть, так что есть тогда поаккуратнее? Поаккуратнее это в смысле брать, не брать или выбирать. Или что значит поаккуратнее? Или вообще их не есть? Что вы предлагаете? Я не знаю. Вот такие вот пучки. Какая-то мишуру продавать вот эту вот листья эти, непонятно. для веса называется. Где твой муж? Муж со мной всегда. Не переживайте. Все мы рядом, все мы тут. Почему столько редиски в укроп. Понимаете, чтоб не один раз поесть и забыть, а два хотя бы. Я сейчас по-моему и редиску пойду. Только что укротик подняла. Все на терке, быстро и вкусно. Я вчера вот тоже вот это вот говорила. Вчера прям в эфире, когда мы шли, я говорила, что раньше я тоже терла все на терке. И редиску, картошку, огурец, все, и яйца, все на терке. А зелень резала мелко в посуду солью и вот так вот прям перетирала зелень. Вот так перетирала, 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 что она выделяла сок и становилась такой консистенции такой нормальной, прикольной. Сейчас я уже не заморачиваюсь, просто режу кубиками и все на это. И оно тоже вкусно, так берешь ложку в рот, ощущаешь еду. А когда будем беззубые старенькие, может буду на терке делать. Хочу, только голос и жалко. Лучше я парик куплю. Оля и Ваня из Подмосковья, вам привет. Большой, пламенный. Я листья режу тоже в салат. Там же витамины, что в корнеплоде. Ряди со своего огорода. Ну со своего, не со своего я не буду. Еще крошку испорчу, Юра есть не будет. Я как-то добавила, в Киеве как-то делала окрошку. Боже, как я испортила там окрошку. Я добавила вот эту красную траву такую, знаете, фиолетовую. Забыла, как она называется. Боже, она такая горькая и мерзкая. С душманом. Короче, мы ели эту окрошку съели, честно сказать. Привет, Владимир. И я зелень перетираю, это Голя так научила. Ну да, базилик. Да, базилик испортил всю окрошку. Не надо этого делать. Да, ну сейчас я уже не перетираю эту зелень. Ничего я не перетираю. Уже прошли те времена. Раньше перетирала, сейчас окрошка, она и так будет вкусная. Привет. Только что показывала погоду. У нас прохладненько, но солнечно. И ветер. Вот сколько редиски. Базилик только мясо хорошо. Может быть, конечно. Я не спорю. Но я не знаю, что я решила купить. Когда, ну блин, перепоганила все. Сейчас покажу вам. Вот картошечка варится. Оооо, запотели. Проверить ее. Ооо, нормально. Ооо, все. Картошка сварилась. Картошку без вас варила, извиняйте. Сегодня без прически. В смысле, без прически. А она у меня что, была? А, в смысле, не накрученные волосы? Да, не накручивала. Надо еще раз так сделать. Красоту навести. Все, пускай остываем. Вам покажу погоду. Польскую. Ну, в принципе, так ветра нету. Деревья особо не колыхаются. Вон тетя в маске стоит. Все у нас ходят в маске. Уже давно. Начинаем. Процесс приготовления окрошки. Так вот. Даже не знаю, с чего первым начинать. А, огурцы я еще не помыла. Такие огурчики. Огурчики. Красотка. Спасибо. Сняли карантин. Постепенное снятие. Обязательное ношение маски. Все открыто. У вас то же самое будет. То же самое. Все повторяется. Только с разницей в две недели. Три. Может там. Такое. Девчонка. Девчоночка. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Еще один огурец. Наверное, еще добавлю огурец. Зай. Что? Напиши маме. Она спрашивает, какую я ему давала кашу. Напиши. Рис. Рис. И гречку. Рис. Какие рис? Рис и гречку. А то она мне в WhatsApp написала. Я не могу видеть. Чем? Она знает. с чем. Напиши. Рис и гречка. Пусть манку может попробует. У тебя есть знакомый болезнь с короной? Нету. Слава тебе, Господи. У вас тоже были коды для выхода из дома. Коды? Какие коды? А разрешительные? Нет. У нас не было разрешительных. Все ездили по делам. Только по учителям мира. Написал? Да. Гречка или рис? Да. Написал. Написал. Думаю, не собираешься. Нет, друзья. Нет. Нет. Смотрите. Смотрите. Вот. Красота. Красота. Ляпота. Так. Сейчас яйца еще присоединятся. Вот сколько всего красивого, свежего, светлого в этом мире. А, ну и вот колбаска, конечно. Колбаска вот индюшинная. У крошки основной свежий огурец, лук, зелень, укроп побольше, остальную по вкусу. А ты посмотрел, как Хозис накручивает волосы, классно у него получилось. Посмотрите. Не, я не хочу смотреть. Что? Я сама себе. Смотрите. На своих ошибках учусь. Доброе утро. Ведисок мало. Ладно. Давай маленькую. Маленькую. Все. Процесс пошел. Маленькую. Мне этот нож не нравится. А другого нет. Аааа! Ааа! А вот. Девчонка, девчоночка. На, 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 на. Хоп. Видите, как? Произведение искусства. Нарезать меленько, аккуратненько. И пошли, 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 пошли. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. А пахнет как? Вам пахнет огурец? Вообще круто пахнет. Руби, внутри, пока Юрик. Готовить с любовью. Ну, во всем надо готовить, конечно, с любовью. Их, Юра, ты. Бежим, я на ванной к шкаланке. Я на ванной к шкаланке ставлю. Шкаланке. Ты же вчера с йогуртом у тебя есть, вишневой. Он не хочет йогуртом, что? Ну, нету шоколадки. Шкода. Или есть? Нету. Внимание. Ну, все. Все, что не позаботился о тебе. Зажгал на ночь шоколад. И нормально. Я делала все на терке крупной, очень нежной, да, получается, окрошкой. Я тоже, да. Раньше так тоже делала, тоже делала. А зелень солью перетирала тоже было такое, ребята. Было такое. Но иногда хочется и челюсть размять, как говорится. Как вам дается держать вес? Ну, смотрите, во-первых, надо много ходить. Это во-вторых. В-третьих, я вам уже говорила, что я не худая. Это вам так кажется. Как говорится, внешность обманчива. У меня просто структура, что здесь такое худое все. А тут полное. И ноги тут тоже худые, вот тут внизу. А на самом деле я не худенькая совсем. Так мелко от огурца ничего не осталось. Пахнет. Понюхайте так. Очень пахнет. Тоже оливье, только без кефира. Вам не кажется? Кажется. Ну, только горошка нету, нарковки нету, редиска нету. Нет, не то все-таки. Оливье более такой мягенький. А крошка такая именно прикольная, что она такая жгучая, такая перченая. Такое совсем другое вкусовые предпочтения. Спасибо. Катя, ты под чем? Под огурцами. Иногда еще под Юрой бываю. Просто вы меня плохо знаете, ребята. Плохо знаете. На чем делается крошка квас? Квасок и минералка. Кстати, надо на минералку холодильник положить. А, ладно, он там на балконе стоит, в принципе. Квас, фу. Ну, вы знаете, квас, я согласна, мне тоже не нравится с квасом. Но, блин, чтобы делать с квасом, нужно, чтобы был такой квас вкусный. Ну, вкусный именно такой кисло-газированный, знаете, какой-то такой вот... Не знаю, как передать это. Вот таким квасом, может быть, будет и вкусно. Ну, блин, квас обычно такой какой-то мерзлостный в последнее время. Что с ним делать, ну, это нереально. Невкусно получается с квасом. Понимаете? Да, ну, надо экспериментировать. Надо то на терке, то так резать, то сяк, понимаете. Ну, я тоже делала, я просто тоже делала на терке. Зелень отдельно с этим перетирала, солью. Ну, такой сок пускала. А, еще раньше я делала как? Все резала, и потом только в тарелку доливала кефир. Ну, короче, все резала, и в кастрюле все сухое лежало. А в тарелку, то каждому персонально наливала там кефир и этот... Уже в тарелку, в общем, разбавляла. Но потом я так подумала, что оно более насыщается всем-всем-всем, тогда уже все вместе. Это очень хорошо, что я знаю. Ну, милечка. Тебе, что на кефире попробовать? Попробуйте. И с минералкой. Сыворотка норм, не знаю, не пробовала. Что-то вообще самое клевое, дебенка и хозяйка. Спасибо. Ой, сколько у нас времени? Знаете, где-то начало третьего. Где-то так. Может, сегодня сходим с вами в парк. Вчера мы с вами хорошо очень гуляли. Мне понравилось с вами гулять. Молоком не воняет потом. Что именно должно вонять молоком? Горчицу надо добавлять в порционную вкусную кефир горчицы. Может быть, вкусно, но опять же, здесь, чтобы найти хорошую горчицу, вот как у нас, знаете, там, аж рот вот так печет от Махеев. Там у нас есть еще какие-то горчицы. Ну, блин, здесь все равно не такие горчицы. Здесь какие-то сладенькие, какие-то кисленькие. Не то. Не то. Как у нас, знаете, возьмешь, аж глаза на лоб вот так влазят. Особенно с салом. Ооо. А здесь нет такой горчицы. Мы как-то покупали. Ну, блин. Гедота. Я уже не покупаю, даже не ищу. Поэтому зачем? Я перепорчу только. И деньги на ветер, как говорится. Опять эта горчица выкинется просто в мусор. Ставь кружочками под глаза. Жопками можно. Еще сметану и майонез добавить будет очень вкусно. Майонез может и вкусно, но вредно. Вам все надо, чтобы было вкусно. Главное, полезно. Такая большая кастрюляка у меня. Иди на горец и стану. Я наделаю с лимоном. С лимонной кислотой в смысле. Ну, прям экспериментаторы тут смотрю. У меня все попроще. Понимаете, если бы у меня, может быть, была бы здесь хорошая терка. Может быть, я и попробовала бы все на терке. Ну, так как тут такая терка никудышная неудобная. Ну, макрою я тут буду мучиться. Так, какая-то хрень. Так, привет. А какую кухню больше предпочитаешь? Сама делай горчицу. А я не умею. Кухню, смотрите. Мне очень нравится азиатская кухня. Конечно, у них там прошлый век, отсталый век. Но я не могу. Мне вот нравятся вот эти все супы том-ям. Ну, ни суши, ни роллы. Нет, нет. Не спутайтесь с этими сушами роллами. Я их не люблю. Я люблю просто съесть нормально рыбу или нормально рыбу. С пивом. Всякие суши. Вот. А именно азиатскую в плане суп том-ям. Там такие вот всякие вот этих фишки, няшки, креветки. Морское. Вот это вот все я люблю. Не могу. Я бы это ела бы целыми днями, наверное, напролет. Вообще, мне нравится очень морская кухня. Мне надо на Сейшелы поехать хоть поесть, наверное. Тоже на меня приготовлю крошку, а еще туда картошку. На картошку тоже будет. Сверка плюс кефир плюс сметану. Квас из бочки. Если люди сами умеют хорошо делать квас, то может быть, крошки с таким классом и вкусная я даже не сомневаюсь в этом колбаса больше вкусно вкусно колбаса вкусная йогурт и колбаса сыр это вкусно и вареники так спорно вот вареники мы покупаем написано русские вареники русские только что у вас начало 3 краковская краковская в польше продается я даже не видела я вообще не любитель колбасы мы покупаем знаете как мы не колбасу больше покупаем а вот это мясо типа балык там или кусок мяса который такой закопченный и мы его режем нам режут его в магазине и все и мы его едим такое мы покупаем на бутерброды больше лучше заниматься нормально как это мая проходит не как обычный день у них позже отмечается день победы по моему сентябре что не вкусно почему вкусно вкусно мне везде будет хорошо потому что как говорится не место красит человека человек вместо понимаете если ты говно по натуре то тебе будет хоть где плохо если ты нормальный человек это будет везде хорошо мне лично я экспериментатор мне стало вкусно я пошла на дом 2 не стало скучно я поехала в польшу не станет скучно больше я поеду еще куда-то то есть понятия надо немножко свою жизнь разбавлять лишь не в тюрьме чтобы сидеть в одном месте и мира не видеть попытаться себя реализовать попытаться чего-то добиться в жизни интересно новой стороне как знаешь но на эти новые влечения новые знания новое образование все так все по-другому все как с нуля как будто вновь студент можно так сказать делаю с колбасой с овощами с мясом кто-нибудь делал интересно далее делаю с минусом такая колбаса день они пробовала для оливье я покупала так тут нарезать все папа и открою прям для львье мне она понравилась 5 менеджера венца пошли пиарщики вы хотите что-то рассказала он там да по всем группам разнесли пиарились вот что такая колбаса так что внутри девчонка девчоночка все пускай потом или сейчас ее порезать сейчас порежу чем если не с классом заправляете чем кефир и газировка или простой очень вкусный айран можно им заправлять кто-то с сывороткой кто-то с сыром к сметаной майонезом видите люди кроме как классом ничем не заправляет кефир плюс газировка очень вкусно куриная колбаса индюшинная написана кефир класс минералка с уксусом вкусного мой уксус, уксуса нету. Капец, столько рецептов вы тут пишите, что я охреневаю, честно сказать. Надо съесть. Обязательно, обязательно. Что, завтра будем готовить? Ой, ребят, у меня не настолько бурная фантазия, как вы думаете, конечно, но надо подумать, что, может, вы мне что подскажете. Вот вы мне вчера подсказали с окрошкой. Я хоть ее и делала не так давно, но я еще раз ее сделала. Что, вместе с вами? В смысле, рядом стоять? Или просто смотреть? Женя, пишите, буду вместе с вами готовить. Конечно, хорошо. Ну, понимаете, я такой человек экспромта и настроения. Если у меня какие-то проблемы дома, то я могу не выйти. Могу еще что-то. Вчера я хотела очень выйти в прямой эфир вечером. Ну, мы на окрошку, когда потом еще пошли в магазин, на окрошку покупать. Но что-то пошло не так. У меня упало настроение, там позвонили, то есть все из дома. У меня упало настроение. Я, естественно, уже никуда не вышла, никакой прямой эфир. Сегодня уже все по-другому. Ну, как я варю супы. Знаете, Юрий на работе кормит супом через день. День суп, день там не суп. День суп, день не суп. И поэтому у меня нет необходимости делать особо супы. Потому что они им надоедают. Ему очень нравится, как там супы готовят польские. Я так не умею готовить, конечно же. Вот. Ну, что? Поэтому не так часто. Вот, кстати, у нас в холодильнике стоит индюшинный суп. А я каким-то хреном делаю окрошку. Ну, ладно уже. Поедим. Все в этом мире зависит от настроения. Поэтому, если не хотите, то лучше не начинать. Где Юра работает? Это вы у Юры спросите, если он захочет вам сказать. Что я буду про него сплетни за его спиной рассказывать? Потом мне потом скажут, зачем я тебя просил? Я тебя просил? Ты. Крень. Индюшинцу просто с картошкой и мясом. Ну, там просто индюшина, лапшичка чуть-чуть. И этот. Еще редиски надо добавить. Такое, типа, жиденький супчик, короче говоря. Я за него забыла. Вчера вообще напрочь, напрочь забыла, что он у меня есть. Ну, ладно, такое дело. Катя, ответь. Что ответить? У вас детей нет? Нет. Дети! Выходите! Попрятала детей. Таких свежих детей нет? Нет. Если бы были бы, я думаю, вы бы знали об этом. Сейчас все пиарят своих детей. Все пиарятся за счет своих детей. Поэтому, я думаю, если бы у нас они были, вы бы их тоже увидели. Мы, наверное, тоже бы пиарились за счет своих детей. Так что, если вы будете плохо себя вести, все куда? Мне 31 год. Я овощи тру на терке. Ну, видите, а кто-то сказал, что это уже порнография. Ну, все люди разные, как говорится. Я тоже раньше терла на терке, но иногда хочется и пожевать, а не совсем как беззубый старичок. Боровичок. В последний раз я видела просто на проекте, поэтому я сейчас удивилась, что до сих пор вместе будут следенцы. Это точно. Делаем укроп. Так. Опять пиарщики подоспели. Что ж такое? Топ-менеджеры. 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 А что, только дети, что ли, в союз скрепляют? Не пойму. Нет детей, но так долго. То, как будто бы без детей нельзя быть долго или что? Вообще не поняла. Логичный. В следующий раз приготовь вкусный тортик. О-о-о-о! Я такое не могу! Вкусный тортик. Юрий тоже 31. У меня в феврале день рождения, а у него в марте. В Польше дорого жители, как в Москве. Ой, нет, не как в Москве. В Москве немножко не соотношение аренды квартиры и зарплаты. Понимаете? У меня работает подружка в Сбербанке. Она получает 35 тысяч в Сбербанке и 30 тысяч платит за однокомнатную квартиру. Я ей говорю, а на что ты живешь? Человек зарабатывает в Москве. Сбербанк. 35 тысяч и 35 тысяч отдаёт за хату. Нахрен такое надо? Работать на хату. Работать, чтобы не быть на улице, короче. Бомжок. Аварский хинкал ела. Я не знаю, что это такое аварский, но хинкал вообще ела. Грузинская кухня. Юре нравится вот такая кухня. Мне тоже до 1 марта днюха, да, дорого. Катя, нас с мужем тоже вопросами про детей достали. Всё, я у нас отдавила, пойду катать окошку. Давайте. Ну, достают, конечно, детьми. Но мы вот уехали, мы далеко сейчас от родственников мало. Редко когда с ними связываемся. Ну, я со своими, скажем так. То вопросов поменьше стало, слава тебе, Господи. Вот. А так, да, так как видят нас, то, знаете, так отводят в сторонку. Катя, Катя, пойдём я тебе кое-что спрошу. Я такая думаю, может что случилось у человека. Я говорю, ну пойдёмте. Я вот хотела спросить. А почему у вас нет детей? Говорю, бля. Я начинаю орать потом. Я говорю, это ты меня спрашиваешь? Говорит, ты что, вообще в своём уме? Я про дагестанскую кухню. Брешет. Нет в Москве. Сберет таких зарплат. Вот. В смысле, много или мало я назвала. Я просто не понимаю, в какую сторону хоть брешет. В смысле, больше получает или меньше? То есть, ещё меньше, что ли? Или больше? Я не понимаю, сколько Берри получает? У нас нет на кассе с клиентами. Скажите, оповестите людей. Мало, конечно. Ну, что вы думаете, Сбербанком будет много платить? Вот наивные люди. Ой. 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 Мало, конечно, платят или мало я сказала? Тоже, короче, скажите, сколько платят Сбербанки конкретно? Чтобы все поняли. Потому что я, честно, не знаю. Я вам сказала, как мне сказали. Правда, это было год назад, кстати говоря. Я уже год не общалась с этим человеком. А я зарабатываю. Секрет фирмы. Секрет фирмы. Я не могу разглашать. Сейчас будет смотреть меня сотрудник. Коллега по работе скажет. Ага. Ей больше платят, чем мне. Пойду-ка настучу директору. И всё, а? Я, знаете, как сказать... Там тут, как скажу... Тут скажу, там пойдут... Тут пухну, там скажут, что обосралась. Поэтому, когда что-то говорю, то надо фильтровать базар. Я уже это поняла всё. Как это всё перекручивается. Потом... Потом я стою, как лох. И обтекаю. Говорю, я этого не говорила. Я этого говорила. Нет, товарищи. Меня не проведёшь. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Восторг просто. Восторг. Восторг. Хе-хе. А сейчас, так как я не знаю языка Польши, то я работаю на фармацептике. Поставляем лекарства до аптек. Пиздец, придурок. Кто? Яйца ложите. Ща будет. Ща будет. Ща будет. Я ценил. Ща будет. Вот они. Вот они, родимые. Ой, я не умею так делать. Просто они все потом будут все... О, вкусно. Я это была, про это тоже хочу. Охренела. Ооо. Дай. Ооо. 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 Ты можешь поставить минералку в холодильник. Потом она на балконе стоит и будет у них холодно. Ооо. Ооо. Окей. Сколько я буду? Бутылку. Вот яйца. Тоже пахнут. Зелень можно потолочь. Да не буду я ее ничем толочь. Не буду. Солю перетереть, потолочь, сок выделить. Не хочу. Не хочу. Не нужно мне это все. Видите, я яйца не чистила, потому что сейчас все в этой скорлупе будет. Везде. Алина в зоомагазин выйдет. Я бы что еще подробиться. О, у меня же спина была. О, ты косяду. Я, знаешь, нагинаю, чтобы меня видно было. Ооо. Как хорошо. Люди, которые мне интересно, какого хрена это, смотрите, комментируйте и смотрите. Они из Рощуги. Какие хорошие противовирусные таблетки, на твой взгляд. Смотря от какого вируса. Смотря от какого вируса. Я не знаю. Я, знаете, я, честно говоря, с таблетками на вы и каждому все индивидуально и прописывается и так далее. Какие-то яйца мне это. Я ж не врач. Доктор Комаровский или это. Малышева. О. Поэтому у меня такой, как сказать, этой нету в практике врачебной. Ты бы что рот открылся, назвал ты ее врачом. Какие-то яйца недоваренные, хотя треснули. Ну ладно. Ну, в принципе, больше 30 получают в Сберии в Москве и подавно. Ну, понимаете, а с чего вы не понимаете, с чего вы решили, что тарифная ставка в Москве будет больше? Вы знаете, что вы идете, покупаете муку, сахар, хлеб, продукты и они стоят точно так же, как в Москве и в регионах. В Москве продукты даже, может быть, еще дешевле стоят. Тогда как вы это объясните? Что вы несете? Вас несет. Ну, тарах. Вы себе нагоняли. А почему продукты одинаково везде стоят, да, а зарплаты больше в Москве? Такая-то несправедливость. А потому что нет никаких больших зарплат. В Москве в Сберии такая же политика, что такая же зарплата. Или не может больше. Точно такая же. Ну, может там, я же говорю, ну, чуть-чуть там премия какая-то. Нет, просто в Москве могут быть другие посады. Там менеджер по работе с корпоративными клиентами, знаешь, в каких-то великих компаниях. А обычно на кассе девочки какие? Я сказала 35 тысяч получают, а они говорят больше в Москве. Не знаю, в Ростове навряд чи получают больше. Не, не в Ростове. В Москве, мне подружка говорила, что она год назад. Ну, хай даже, хай даже. Она говорила, я 30 отдаю за квартиру. Хай даже она получает 35 тысяч. Дивись, с такими ценами на продукты, как даже в Ростове на Дону, блин, 35 тысяч это, блядь. Это все услуги в Москве стоят в разы больше. Вот. Вот, кстати, в Польше также услуги стоят дороже. Продукты, нет, продукты недорого в Польше. А вот услуги, проезд, парикмахерство, маникюры, педикюры. Это, да, услуги здесь дорогие. Я не знаю, с чем это связано. Услуги, да, дороже. В регионах дешевле, конечно. Вот. Что там в зале? Пописал? Угу, не пописал. Переживаю, что долго сидел. Мне кажется, что он богат воды и просто вчера на появился. Так он и сегодня выпил очень много. Очень много он выпил. Может, он просто вчера и сегодня много воды выпил. Довго сидел, знаешь, выпил. Но ничего страшного. Нормально, много выпил. Как ваши дела? Отлично. Нет, он может просто долго выпил. Знаешь, он много воды выпил. Вчера, ты говоришь, много выпил. Сегодня много выпил. Он пробует вычистить свой организм. Ничего, ничего. Это надо думать, когда это все пройдет в него. Один доллар, четыре злотых. Посмотри, сколько злотых в долларах? Четыре злотых? Был четыре, я знаю. Давно даюсь. Четыре злотых. Картошка еще. Зоя, почистишь картошечку мне? А где она? Он. Она уже остыла. А-а-а. Надо сейчас три часа тут делать. Ферню эту. А-а-а. Ну а, да, ты, куда ее чистить? В ведро? Да туда же, в кастрюльку. И мне давай, я буду резать сразу. М-м-м. Пойдем в парк Цитадели? Не хочу. Чего? Мне же надо песню подключить. Вот ты ленивая собака такая. Давай, ну пошли, пожалуйста. В парк Цитадели. Там ничего интересного там нет. Кто у вас там? Котик у юрных родителей. Опять, ну, какие-то там проблемы. Кошмар какой-то. Лапку поднял. А так лапки полизал. Лапки не песен? Угу. Ну ничего страшного. Может это было вообще ложное тревожное? Да ничего страшного. Ну, привычка. Ничего страшного. Нормально все. Нормально. Слушай, мама говорит, что просто у него началось, типа он пять-шесть раз стал бегать, писать. Ну, так как это оно и есть. Да? Да. Он поняла, что он шугал места. Я уже так на крупняка режу. Мы вместе... Юр, сколько мы вместе? Не знаю. Не знаю. Ты же говорил, десять лет. Серьезно. Восемь лет мы вообще-то. У меня все такие крутые стали. Вы такие простенькие. Меня вот убивают эти комментарии. Крутые. Знаете, крутые только вот что. Вот крутые у меня сварены. Крутые у меня. А остальное все ерунда. На. Да. О, спасибо. Какая-то черненькая. Я люблю шкутку. Да, нельзя есть. Там пендициты, она грязная может быть. У меня нет пендицита. Нет. Картошки. Пендициты. 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 Какая цена картошки на 60 рублей в Калуге. Это очень смешно. Это смешное видео. Сами ухахатываются, пересматривают. Сколько у нас картошка, зай? Блин. Я не знаю. Честно, мы не обращаем внимание на картошку. Какая цена картошка? Не знаю. Не знаю. Я раньше как-то смотрела, следила за ценами. Сейчас я уже не слежу. Дюра научил не следить. Раньше все пересчитывала, высчитывала. Надурят, не надурят. У меня эта привычка из России осталась. Меня вечно пятерочки надуривали. Понимаете? Ценник один, а там цена на кассе другая. У меня привычка осталась все проверять, перепроверять. Сколько что стоит. Тут у меня нет такой уже привычки. Я вас считаю, что вы видите, именно два вас соединения. И делаю крошку все на терке, кроме колбасы. И очень вкусно, и быстро. Я тоже так делала. Но сейчас делаю по-другому. Это раз. А во-вторых, у меня нет нормальной терки. И это неудобно. И хочется, знаете, просто взять так и хорошо большие кусочки поесть, пожелать. Может, в старости, конечно, будем все на терке делать. Вот. Да. Ой, блядь. Че ты на этой кассе? Ну, мне травой текст, блин, с пацанами, мне травой текст, по-первых. Да ты иди, зайчка. Ну, пять минуточек. Ты все равно сидел вот тут без дела. Как говорится, сам напросился. За роду че щечечка. Сам напросился. Помочь. Помочь. По-польски будет помочь. Помочь. Угу. Помочь или помочь. Видите, какой польский легкий. Помочь. Кажется, после Польши вы стали недолюбливать Россию. Вам так кажется. Потому что... Чего всем кажется, что недолюбливает кто с Россией? Не знаю, что так всем кажется. Просто, если я не говорю про Россию, то иначе я ее недолюбливаю. Не, а почему сразу людям кажется, что ты конспирация, конспирация. Сразу не любишь Россию. Сразу от Россию не любишь. От не любишь ты ее, понимаешь? От видно по твоим вещам скотски. Не любишь тебя. От цей засратый Запад, понимаешь? От приехала сюда и все, и уже не любишь Россию. Только за порог вступила, а сразу не любишь. Все. Когда кажется, вам нужно перехреститься. Бажано три раза. Бананы. Как с первого такую или? И правда, у меня тоже пятерочки бананы, но это их визитная карточка. Возможно. И вот я же говорю. Пятерочку вот новой, да? Ну, я не знаю, пятерочки в основном чаще всего. Я все время, у меня такая была привычка все перепроверять. Сейчас уже... На... На русском теперь вообще не заговорит. Вообще не понятно, что говорит. Он разговаривает на украинском. Чтоб я учила его, потому что я приеду в Украину, а меня там на шашлык съедят, если я буду по-русски говорить. Или на британский флаг расп... Не, не на британский. На червоно-черный. Раз... Меня расправят. Как младенца в трусиках. Вот. Вот. Поэтому я учу украинский. А как иначе? Как иначе? Чтоб приехать в Украину и... Размовлять... На мове украинской. На мове своих предков. На, тримай. Это все? Ну. Нежадное. Там же лучше, знаете, мне везде хорошо жить. Я уже отвечала. Мне... Смотря какой вы человек. Везде хорошо там, где нас нет, как говорится. Но попробовать стоит. И сравнить. Нужно пожить время, долгое время. Чтобы понять. Можно и недолгое. А поэтому... Как можно сравнивать? Знаете, если сравнивать с другими странами, то хуже. Если с другими, то лучше. То есть здесь как бы все относительно. Видите, Юля ножком зубами чистит картошку. Не поняла. Что? То есть чистит хоть писюном. Все равно нам есть. Müляний знак не чистит. Верун не чистит картошку. Украсть. Я сыру люблю. Я такой не ем. Я сыру могу съесть. Я ненавижу резать, кстати, картошку и чистить её, это для меня вообще кадр. Давай я хочешь зро, бля. Мне всё зло. У нас же как на ДН2 у вас... Когда будет прямой эфир с пивасиком, музыка 90-х годов. Да, было такое. Помню, и в России, и вот мы как-то веселились. Добрый, всё, Зай. Спасибо, Зай. Я ж хоть каву, блин, на пивсе? Я пока дома сижу ещё две недели. Две недели в апреле, две недели в мае сижу. Отвпад. Я ж каву заработаю. Давай. Потому что у меня сегодня сбежала твоя кава, блин. Юра, подсите мне картошку. Спасибо ему большое. Я не понял, ты в неделю куда уезжаешь? Сколько тебе? Саечка, я не знаю. Мне в неделю на вашу смену. Юра ест окрошку, конечно. Чё я её тогда делаю? Я тебе борщ ей. Мясо. Чё ж я её тогда делаю? Для кого? Для соседа? Пока Юра на работе для соседа окрошку делаю. Ааааа... Они тут не знают, видно, что такое окрошка. ЗП сохраняется только тот, кто работает по трудовому кодексу. По трудовому договору. По трудовому. Ну, как умову працу. Я работаю по умову лицене, по гражданской правовому. То у меня ничего не сохраняется. Обидно, досадно. Ну ладно. Ну ладно, надо стремиться к другой умове. Это что, надо же тебе помещать, или нет? Ну, помещать не надо сделать. Ну, то сделай тебе, то что же тебе хочешь? А что кризис, блин? Сырк полный. Но я не буду комментировать ни чьи свадьбы, потому что опять же, слова разнесутся по ветру, понимаете? А я кто виноватая буду? Такая. Вот эта. Это сегодня твоя? А, ты ту сделала мою? Да. Я перс долю. Я не думаю, блин, я не покажу, надо брать, блин. Нормально? Нас звали в шестнадцатом году, мы не пошли. В тринадцатом мы ушли из проекта, то я не думаю, что мы сейчас пойдем. Честно вам сказать. Нет, не пойдем. А, я бураки варю на винегрет. О, винегрет тоже круто. Так, эфир осталось. Минута сорок три. Я сейчас перезайду, сейчас я его закрою и перезайду. Все, давайте. А то сейчас не сохранится. Добрый, это я сюда и насыпаю варегатичку.